МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле обращение к этой драматургии обусловлено тем, что все-таки русский драмтеатр вынужден обращаться к советской классике, к жемчужинам и вершинам русской драматургии. И поэтому этот спектакль – это такая отсылка определенная к тому времени, ко времени Советского Союза, ко времени, когда мы родились, к той стране, в которой мы родились. И я считаю, с одной стороны, это очень патриотично, с другой стороны, это история любви, это вечная история. Этот спектакль будет в день начала войны, потому что есть определенная тематическая отсылка к этому, к сожалению, не празднику. И, конечно же, накануне Дня Республики. А почему мы решили сделать этот спектакль? Потому что несколько лет назад состоялась премьера «Варшавской мелодии», и эта тема, она очень созвучна чувашскому зрителю. Но это совершенно другой спектакль. «Мой бедный Марат» – это другая история, другие чувства, другие люди и немножечко другое время. Другие чувства, а все-таки это история трех молодых людей, это о любви. Конечно. Это основная идея, сопутствующая. Что накладывается? Обычная история любви, она как красной нитью проходит, но на нее накладывается много других нюансов, моментов. Есть какая-то глубокая, может быть, подоплека у этого спектакля, именно которая в «Чебоксарах» играется? Вы знаете, на самом деле, изюминка этого спектакля, то, что, наверное, впервые, хотя, может быть, и были такие интерпретации, в спектакле молодых играют молодые артисты, а уже повзрослевших играют взрослые артисты. То есть вместо треугольника, любовного треугольника, у нас получается такой любовный шестиугольник, и вот эти хитросплетения времен, и в первом действии появляются и взрослые, и во втором действии и молодые. И вот это такая сложная любовь с отсылками в то время, когда мы уже повзрослели, мы уже поняли, какие ошибки мы совершили и что мы сделали. Но нам дается шанс переосмыслить и вернуться в то время, и, может быть, какие-то те ошибки молодости исправить или не совершить. А в основе, конечно же, любовный треугольник – это классическое драматургическое решение. Она любит его, но она не понимает, любит ли она его. И только через время, когда эта любовь кристаллизуется, все из них понимают, что же нужно было на самом деле сделать. Отсылка к тому времени только, может быть, в каких-то костюмах, декорациях, что вот на сцене увидит зритель? Если сравнивать этот спектакль с спектаклем «Варшавская мелодия», который, по сути, является бестселлером русского драматического театра и всегда собирает аншлаги, этот спектакль – это такая некая безвременная история. Потому что не было задачи сделать историческую достоверность. Костюмы достаточно условные, декорации тоже достаточно условные. То есть взят прием, но прием отстранения. Когда для нас самым важным является история любви, история взаимоотношений. И то, как люди, преодолевая все вот эти перипетии любовного треугольника, все-таки добиваются своего счастья. Но принципиальная и музыкальная, и сценографическая, и художественная не связь с тем временем, она дает нам больше возможностей для размышления. То есть я правильно понимаю, что если есть отсылка к советскому времени, то даже зрителю, который совершенно не знает, что это за эпоха была, не соприкасался с ней. Современные молодые люди тоже будут интересны посетить его. Они поймут вот эти вот все нюансы? Из советского времени там только годы, в которые это происходит. Пьеса делится на три части. Первая часть – это 1942 год, вторая часть – это 1946 год, и третья часть – это 1959 год. Но мы не делаем вот этого конкретного времени. Мы не играем только конкретное время. Мы пытаемся сделать этот спектакль актуальным и интересным зрителю сегодня. Что сегодня настолько же актуально, что было актуально и тогда. А что может быть актуально? Взаимоотношения между людьми, любовный треугольник, интрига сюжета. И то, что происходит между людьми – это самое важное. Конечно, это должно быть и будет интересно любому поколению. Взрослое поколение найдет в этом какие-то созвучные темы из того времени. Молодое поколение увидит себя сегодняшних и сможет понять и сравнить себя с теми людьми и удостовериться в том, что любовь, она неизменна. Что 50 лет назад, что 20 лет назад, что сегодня. Ну вот а актеры, которых вы подбирали на главные роли, они соответствуют всем вашим? Могут ли они воплотить все ваши задумки? Или вот как шла работа? Трудно, легко, наоборот, репетиции прям там забываете о времени? Вот просто вот поделитесь таким. Вы знаете, этот спектакль для меня в какой-то степени юбилейный. Это 20-й спектакль, который я ставлю в своей жизни. И сейчас я уже для себя понял, что ставить спектакли с маленьким кругом артистов, с маленьким актерским ансамблем, постановочно намного легче. Намного легче разобраться вот в парных сценах, в тройных сценах, потому что взаимоотношения очень простые. А ставить спектакли, где занято 15, 20, 30 человек, это всегда намного сложнее. А те актеры, которые заняты в этом спектакле, это те все люди, с которыми мы уже работали во всех других спектаклях. Я считаю, что мы уже понимаем друг друга, мы уже чувствуем друг друга. Иногда даже с полуслов. Иногда стоит просто посмотреть на человека и попытаться начать что-то говорить, и они уже понимают, что мы делаем. Работа сейчас очень интересная. Я выхожу с каждой репетицией отдохнувшим, потому что вот то, как это все проходит, то, в какой атмосфере ставится спектакль, это очень интересно. И тема интересная, и люди все молодые, и очень много актерских приносов, актерских идей, и очень здоровая театральная, предпремьерная, предпраздничная атмосфера. В город Чебоксар вы приезжаете не первый раз, ставите не первый спектакль. Почему вам интересен наш зритель? Чем он отличается, может быть, от другого зрителя? Вы знаете, с Чебоксарами я познакомился еще будущим студентом театрального института, когда я заканчивал режиссерское отделение. И Чебоксары в какой-то степени стали для меня родными. Это уже восьмой спектакль, который я ставлю здесь. И мне кажется, что я уже начал чувствовать менталитет города Чебоксары, я начал понимать зрителя города Чебоксары. И мне кажется, что вот этот спектакль, «Мой бедный Марат», он будет востребован зрителям, потому что эта тема, эти взаимоотношения, они очень созвучны с менталитетом, они созвучны с потребностью зрителя. Потому что я всегда отслеживаю и кинопремьеры, я отслеживаю театральные премьеры. Я слушаю, как дышит зритель во время спектакля. Я слушаю, на какие темы он откликается. И я понимаю, что какие-то спектакли, которые я сделал в городе Чебоксары, они пошли, а какие-то спектакли были восприняты с осторожностью. И уже вот этот спектакль, мой восьмой спектакль в Чебоксарах, я ставлю осознанно, я уже понимаю эту потребность. И я считаю, что это будет новой визитной карточкой, новым спектаклем, который будет представлять Чебоксары на международных фестивалях. Это история та, которая сделана из сердца. Это что-то такое, что заставляет меня делать этот спектакль. А когда мы делаем спектакль от сердца, он в сердце и попадает. А чувашский народ, Чебоксары, это очень сердечные люди, и они всегда очень отзывчивые. И поэтому вот мы решили поставить мой бедный Марат в русском драмтеатре. Я надеюсь, что именно этот спектакль станет визитной карточкой. Очень долгое время не будет сходить с афиш постоянно. Будут зрители, которые будут приводить своих детей, и школьники будут, и студенты с удовольствием ходить. Давайте пригласим нашего зрителя. Еще раз напомним, когда премьера, когда можно будет увидеть и во сколько. 22 июня в русском драмтеатре состоится премьера по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Мы вас всех приглашаем накануне Дня Республики в этот замечательный день посетить наш спектакль. Я думаю, те впечатления, которые получит зритель, те эмоции, которые он испытает, останутся в его сердцах. Мы приглашаем вас, мы приглашаем всех. Я думаю, что это будет очень интересная театральная постановка. Спасибо большое. Я думаю, что те, кто сегодня посмотрел эту программу, обязательно придут к вам на спектакль и не раз еще вернутся туда. Я желаю вам творчества, успехов и хорошего настроения на ближайшее время, каждый день. Большое спасибо. Спасибо большое. Это была программа «По существу». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова